Дмитрий Волков подает, Егор Клюка принял эту подачу. Передача сложная в исполнении Ковалева в направлении Воронкова. Теперь же контратака Казанцев. Повторная контратака. Столкнулся с девушкой, которая подает вещи. Извиняется. Мяч снова касается сетки и легко его принимает Гребенников. Спасает мяч вновь Гребенников. А Мэтью Андерсон реализует свою попытку в атаке. Диагональ фантастическая. Просто с подкруткой мяч летит. Принимает Воронков. Значит, Андерсон все. Все разрешилось. Андерсон в диагональ. Женя Гребенников в атаке, друзья. Либера Зенита приносит сетбол. Ну вот и такое бывает. Посмотрите, там начал сетовать Андерсон, что, дескать, не ему сейчас передачу отдадут. А в итоге, будьте любезны, будьте любезны. И радость Андрея Толочко можно понять. Женя Гребенников приносит сетбол. Олимпийку. Сербский диагональник. Казаченко. По голове впадает мяч Воронкову. Сносит LED панели Женя Гребенников. Но мяч в игре оставляет. Не знаю, вышел ли или нет. Воронков здесь такой финт Гранкина хотел провернуть. Но мяч приземлился за боковой. 4-7. Подача Ковалева. Кротков справляется с приемом. И здесь Гребенников в защите блестяще. Но розыгрыш продолжается. Сетюхин. 26-25. И еще один сетбол для гостей. Создает Зенита, а подачи-то свои. Вновь блестяще играет Гребенников. И контратака. Егор Клюка. Мяч по-прежнему в игре. И Якутий набирает свое первое очко. Но самое главное, Якутий, когда была атака, он среагировал там. Вот если будет самой начальной фазой. Казань и Новосибирск. За пять дней сыграют три матча. Плюс еще и с перелетом. 11-9. Зенит. Здесь прекрасный прием Жени Гребенникова. И первый темп Максима Космина. Сокола. Еще одна подача и выбитый прием. Без атаки остается Зенит. Попадает. Попал Илья Власов. Какой-то немыслимой траектории мяч полетел в самую лицевую линию. 3-1. Клюка приносит второе очко. 2-0. И подает Фодорос Квинова. Есть доводка. Семен Дмитриев по блоку. Страховка Янутова за головой офицов. Блестящая игра в защите Мэтью Андерсона. Первый темп на тройном блоке. Будет ли атака? Будет. Но со стороны Зенита. И через открытую линию Мэтью Андерсон завершает этот игровой эпизод в пользу своей команды. Через открытую линию в шестую зону умудряется попасть. Многовато может быть линии ему блок открыт. Потому что он понимает, что все последние передачи были на Илью Казаченкова. И рано или поздно сейчас его закроют. И решил усилить свою переднюю линию. Потому что Илья Казаченков это на задней линии. Что-то случилось у игрока Зенита. Не совсем вижу кто это. Это Женя Гребенников, Либера команда. И сейчас могут быть трудности у Зенитов. Поскольку номинальный второй Либера Сергей Нуркаозеров одет. Казаченков подает через трос Гребенников на приеме. Ну и здесь полетает все-таки смог из четвертой зоны своей левой рукой принести 23 очко Зенитов. Московского Динамо от действующего чемпиона. Потому что Москва вела 2-0. И вроде Денис мог вернуться в игру. Сравнять счет 2-2. И буквально на тайбрейке 2 очка. Не хватило для того, чтобы какой мяч сейчас спасли. Перекинул Максим Космин на сторону Локомотива на бой. И сразу еще и заблокировала Лилка Заченкова розыгрыш имени Максима Космина, который сам отправляется на подачу. Обсуждает. Со своим помощником. Пакшин в атаке, но удается сохранить в игре Зенитова. И блестяще играет Гребенников. На опыте, на чутье. Как он видит поле, да? Да, направляет из середины своей площадки в мяч незащищенное место. И команда Косбаса выигрывает. 20-13. Белую платку не выбросила. Между прочим, что касается Дрожану Лобовича, то его подачи очень бы пригодились Новосибирскому Локомотиву. Здесь в нападении серп, но не удается забить. Это сейчас про то, что обычный мяч и Юрий Бережко доводит на ту сторону. Бравый Игорь Тисевич, который достал этот мяч, но Дрожан Лукович как будто был не готов, что достанет его связующий этот уходящий мяч и просто скинул здесь без блока. За какая защита от Семена Кривиченко и не рискует Александр Костадинов. Это сейчас сразу забьется Зенитом. Конечно, в таких матчах, концовках, после защиты должен был рисковать Александр Костадинов. Он спас свою команду от забитого мяча. Вот в этом эпизоде вот она атака вот здесь, видишь как... 20-23. Клюка принимает. Полетаева заблокировали, но страхует Гребенников. Ликошерство сразу не получилось. Клюка добежит. Убегает Андрей Владимирович Тулачко. Оставляет мяч Женя Гребенников в игре. И здесь, но все-таки Ярослав Подлесных забирает этот розыгрыш. 21-23. Вот и его подача. И вполне серьезная и сильная. Но Зенитов справляется и доводит мяч до Яковлева, который забивает. Не получилось у Ковалева скинуть сразу. Отыгрываются от блока то одни, то другие. И в итоге Виктор Полетаев заставляет Андрея Тулачко сжать кулак и потрясти им от удовольствия. За своего диагонального 3-1. Есть прием от Воронкова. Космина блокируют. А вот здесь неразбериха в действиях Зенита. В итоге Гребенников переводит мяч на половину локомотива. Розыгрыш продолжается. Ну а теперь уже Воронков ставит в нем точку. 18-13. И это только начало, друзья. Ведь в этом году 30 туров. Мостой Борису Берлиги. А это только шестой. Только 20 процентов позади. Оставляет мяч в игре Воронков. И продолжается розыгрыш. Гребенников успевает. Полетаеву неудобно. Но Виктор Полетаев. Это Виктор Полетаев. 19-18. Диагональный питерского Зенита в этом году очень и очень хорош. Исполняет гимн России. Хотя, как вы понимаете, он родился, вырос и вообще подданный Италию. Не получается после таймаута у Зенита атаковать с первого раза. И здесь Андерсон перебрасывает мяч на половину строителя. И отличная атака. Владислав Черныш. Ну и вот такую Касин-Яська-Мюшину включают под сводами Сибур-Арены. Вновь Андерсон хорошо. Но принимает подлесных и сам в атаке. Гребенников вставляет мяч в игре. А вот Класов нерационально использовал свой шанс. Какой мяч вытащил Гребенников. Ну дайте нам повтор насладиться. Игорь Негода. Продолжение следует...